Выскакивает, прыгнул, маленький, потом как вытянулся и в гору. И за ним две собаки, его собаки гнали. До прошлых выходных Любовь Николаевна о медведях слышала только от соседей. А теперь личные встречи с косолапым может поделиться сама. Только за две недели в садовом товариществе мебельщик медведя видели несколько раз. А шум и лай собак слышат практически каждый день. Также животное оставляет следы на одном из деревьев, свежие срезы от когтей. На огород теперь выходят с опаской. Боимся, боимся, очень боимся. Но мы охотника вызывали. Он посмотрел, вот он где-то там, видимо, обитал медведь, пообещал, дал нам телефоны. Увидите, услышьте. Вот когда все вместе, так мы не боимся, ничего, вроде ездим. Но оглядываемся страшно, жутко. К тому, что урожай потоптан и сломан забор, дачники уже привыкли. Такая ситуация повторяется не первый год. Но в этот раз набеги лесного жителя участились. Побывал практически на всех дачах и познакомился со всеми садоводами. Например, Надежда Анатольевна встретила медведя, когда пошла за водой. Слышу, там что-то как ворохнулось, но я поняла, что это не брундук. Ну, потом по баку как ударили, он как ломанулся, там трещало все. И хоть рассказывает Надежда Анатольевна историю с улыбкой, признается, что лишний раз на дачу не поедет. Страшно. Как нам сообщили в Министерстве экологии, еженедельно приходит по 50 обращений от людей, которые встречали медведя. Поэтому отстрел животных необходим. Для этого на место выезжает инспектор. И если животное опасно для людей, то его застрелят. За последние вот 2-3 недели, ну, достаточно горячая пора такая. У нас инспектора выезжают, практически анализируя угрозу. Вы же понимаете, что один маленький медведь не будет ходить в лесу, поэтому тут оценивается на месте. По документам планируется отстрел пятерых лесных хищников в Березовском районе. Остается надеяться, что опасных ситуаций до того, как медведи впадут в спячку, не возникнет. Артем Долгаршинных, Андрей Ткачук, Афонтова новости.